с вами николай пивненко в проекте даты сегодня 12 декабря день конституции российской федерации в 1993 году на референдуме была принята конституция и с того времени этот день одно время был выходным но сейчас хоть является рабочим все равно считается днем конституции у родившихся в этот день 1760 шестом году появляется на свет николай карамзин историк крупнейший русский литератор эпохи сентиментализма прозванный русским стерном создатель истории государства российского одного из первых обобщающих трудов по истории россии карамзин вошел в историю как реформатор русского языка 1799 год день рождения карла брюлова русского художника живописца монументалиста акварелиста представителя академизма а в 1821 году рождается гюстаф лабер французский прозаик реалист считающийся одним из крупнейших европейских писателей 19 века много работал над стилем своих произведений выдвинув теорию точного слова наиболее известен как автор романа мадам бавари 1884 год день рождения зинаида серебряковой русской художницы участница объединения мир искусства одной из первых русских женщин вошедших в историю живописи сегодня много полотен ее можно найти например в третьяковке 1915 год день рождения фрэнка альберта сенаторы американского певца он напевал в пол голоса тихо и проникновенно актер кинорежиссер продюсер и шоумен 9 раз становился лауреатом премии грэмми славился романтическим стилем исполнения песен и бархатным тембром голоса в двадцатом веке сенатор стал легендой не только музыкального мира но и каждого аспекта американской культуры 1925 год день рождения владимира шаинского советского и российского композитора народного артиста рсфср лауреата государственной премии ссср известен как автор множества популярных песен для детей в том числе музыки для мультфильмов про чебурашку и крокодила гену чингис айтматов родился в 1928 киргизский русский писатель народный писатель киргизской сср писал на киргизском и русском языках дипломат герой киргизской республики академик академии наук киргизской сср герой соцтруда лауреат ленинской и 3 госпремий ссср 1928 день рождения леонида быкова советского актера театра кино заслуженного артиста рсфср народного артиста украинской сср и безусловно 1 самых известных советских режиссеров достаточно вспомнить фильм в бой идут одни старики в 1941 году родился виталий соломин советский российский актер театра и кино младший брат юрия соломина играл много в кино и в театре одна из известных ролей доктор ватсон советском телесериале о шерлоке холмсе в 1946 году рождается клара новикова советской российской артисткой эстрады народная артистка россии а в 1951 году федор конюхов российский путешественник писатель художник пилот свободного аэростата в 1977 году родился сергей светлаков российский актер кино и телевидения телеведущий продюсер сценарист участник команды квн уральские пельмени в прошлом ну а теперь о событиях этого дня 1724 год 12 декабря основан санкт-петербургский монетный двор госзнака один из крупнейших монетных дворов мира по чеканке монет в том числе памятных и юбилейных из драгоценных металлов а также по изготовлению орденов медали знаков отличия и других изделий из цветных металлов и их сплавов 1817 год открывается московский манеж грандиозное здание которое построено за полгода по проекту знаменитого инженера и ученого механика генерал-лейтенанта августина бетанкура испанца на русской службе дальнего потомка средневекового правителя канарских островов он блистательно справился заданием императора александра первого который пожелал иметь москве залу под сводами который для упражнений и смотров мог бы развернуться двухтысячный полк благодаря хитроумной конструкции деревянных стропильных перекрытий здание долго не имело себе равных в мире по ширине без опорного пролета кровли в 45 метров в ночь на 15 марта 2004 года манеж сгорел 18 марта 2005 года восстановленное здание было открыто 1872 год в москве открывается музей прикладных знаний будущий политехнический создан на основе фондов политехнической выставки 1872 года по инициативе общества любителей естества знаний антропологии и этнографии сегодня политехнический музей крупнейший технический музей россии хранит свыше 190 тысяч музейных предметов около 150 музейных коллекций по различным областям техники и научных знаний 1875 год русский электротехник военный инженер изобретатель и предприниматель павел яблочков закончил разработку так называемой свечи яблочкова дуговой лампы в которой две угольные пластинки разделенные фарфоровой вставкой служили проводником электричества накалявшего дугу которая служила источником света свое изобретение яблочков представил на лондонской выставки физических приборов которая проходила в апреле 1876 года в лондоне поворот рукоятки и обширное помещение залито очень ярким чуть-чуть голубоватым электрическим светом многочисленная публика приходит в восторг 1901 год был проведен первый в мире сеанс трансатлантической радиосвязи передачу радиосигналов осуществил итальянский радиотехник и предприниматель один из изобретателей радио гульельма маркони флейминг помощник маркони передает с английской станции кодом морзе букву с три точки а маркони который находился на другом берегу атлантики принимает сигнал на расстоянии трех с половиной тысяч километров таким образом ученый продемонстрировал что с помощью радиоволн можно осуществить связь с любой точкой земного шара но еще одно событие подробно 1913 год власти флоренции объявляет об обнаружении похищены в 1911 году из лувра картины леонардо да винчи монна лиза на следующий день картину вернут в лувр к похищению причастен работник музея молодой итальянец винченцо перуджа незадолго до происшествия устроился в музей сезонным рабочим он был стекольщиком изготовил защитный экран для великого полотна да винчи а после когда в лувре не было посетителей проник зал снял картину со стены вышел на боковую лестницу вынул из рамы завернул в куртку и спокойно вышел из музея в декабре 1913 флорентийскому антиквару приходит письмо из франции с предложением купить джоконду антиквар предложил ему встретиться и вскоре во флоренцию прибывает молодой человек который заявлял о том что решил вернуть на родину произведение итальянского искусства похищенная французами антиквар провел экспертизу убедившись подлинности картины обратился в полицию винченцо перуджа не отрицал своей вины и признался в том что совершил кражу с единственной целью восстановление исторической справедливости он хотел вернуть итальянцам то что принадлежало им по праву и поскольку суд проходил во флоренции его аргументы возымели силу преступника приговорили всего к одному году заключения мону лизу еще полгода выставляли в музеях италии а затем вернули во францию с вами был николай пивненко в проекте дата